Данила Залогов из 40-й школы будет маршировать на параде победы впервые в жизни. Говорит, это сложно и волнительно. Но страх уходит на второй план, когда понимаешь, ради чего все это. Чувствую гордость за это. В первый раз на подготовке, участие в параде 9 мая. Это огромная честь для меня. Понятно? То же самое. Руку поднял, вдох, опустил, выдох. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Тем, кто в параде победы примет участие впервые, приходится отрабатывать все до мелочей. Это вторая репетиция на площади победы. Пока идеальным не получается даже приветствие. Но дети говорят, самое сложное все-таки марш. Изначально было сложно идти в ногу, чтобы все вместе сразу в ногу шли. А так сейчас уже легко. Стоит перебороть именно свой страх, сделать что-то не так. И довериться все-таки своей команде. Пока репетируют только школьники. Их здесь почти 750 человек. Это значит полторы тысячи уставших ног. Но до 9 мая еще много репетиций. Те, кто на строевом шаге уже собаку съел, дают совет. Меньше пить воды, чтобы не потеть и не натирать мозоли. А носы уже и так сгорели. Около школ давно репетируют. Это было очень много, потому что мы тренировались на площади постоянно. Там буквально месяц ты тренируешься, не переставая на площади, так еще и около школы постоянно. Каждый божий день всегда проходят тренировки. И ноги болят. Но все равно, как нам говорил наш руководитель коробки, он всегда говорил нам, ножки болят, это хорошо. Мозоли не натерты, но правда ногам дается очень тяжело. Но это все тренировки, естественно, это все во благо. Командир сам по себе, коробка сама по себе идет. Не соблюдают дистанцию, не слушают барабан. Командующий парадом терпеливо делает замечания, потому что сам знает, как это нелегко. Это тяжелый труд, скажем так, особенно для ребят. Но каждый из них гордится, что попадает в коробку. Это я знаю сам, и они с удовольствием принимают участие, учатся, обучаются. Поэтому, когда я делаю какие-то замечания по прохождению, они нормально воспринимают это все. Ну, скажем так, надеюсь, что до 9 мая будут все ходить, как у нас первая коробка. Первая коробка – это уже по традиции кадеты 26-го лицея. На них равняются, их всегда ставят в пример. Детям объясняют, что коробка – это единый организм. Вот насколько все должно быть синхронно. Олеся Плакиткина, Александр Зюзяев. Наши новости.